Ахой, друзья! Я Макс Морель, добро пожаловать на канал Велосклад! Мы отправляемся в необычное путешествие километров так на 40, поищем интересные места в Подмосковье, на электровелосипеде, вот на этом от марки Форвард. Каковы вот эти вот ощущения покупателей, уровень радости вообще какой, вот на этой покатушке, можно сказать, первый после импровизированной покупки велосипеда, мы с вами и узнаем. Со мной вместе сегодня поедет Олег, он поедет на хайбайке, если здесь отключится аппаратура, я пересяду на его велосипед, потому что у меня восстанавливается колено после перелома. С учетом того, насколько хороший этот велосипед, я бы мотоциклетный фуллфейс надел, если бы он у меня был, защита нужна как никогда. Ух, ё-моё! А, мать моя! Зараза! Страшно, как на этой хрени, блин! О, смотри, лиса! Побежала потисываться на канал. Опять лопухи! Олегу уже нет, все, Олег, короче, просто на педали два раза нажал, скился в тумане, а я в тумане пыли. А я тут пытаюсь за ним наяривать. Красиво как! В природе существуют два типа электродвигателей. Коллекторные и бесколлекторные. Если вы, как и я, увлекаетесь радиомоделями, то такое сокращение, как БК, вам знакомо. Еще их называют бесщеточными. Для трофейных грязевых покатушек на этих машинках предпочтительнее все-таки БК, бесколлекторные. Потому что они не боятся водоэмульсионки, которую неизбежно глотают, заезжая в лужу. Однако контроллеры для БК-движков дороже. Да и сами движки не дешевые. Как работает БК-двигатель? В ротор устанавливают два постоянных магнита. Между ними размещаются катушки. Когда на обмотку попадает ток, она становится магнитом. Напряжение попадает поочередно от одной катушки к другой. Таким образом, чтобы их притягивало к постоянному магниту. Как только катушка становится в заданную позицию, ток подается на следующую. Именно так происходит вращение. Такая схема более износостойкая, чем щеточная, то есть коллекторная. В коллекторе щетки при вращении создают трение. При длительной эксплуатации они могут искрить, и это не очень хорошо. Еще коллекторная система не очень любит воду с песком. Поэтому те трофисты, что катают с коллекторными движками, ставят самодельные фильтры, чтобы продлить жизнь движку. Но так как щеточные движки все же дешевле БК, их не жалко. И если вам интересно, то я катаю на коллекторном. Очевидно, что велопокатушки так или иначе связаны с водой и песком. Так что очевидно, если вы хотите собрать электровелосипед, нужно юзать БК-движок. Погоди, ты хочешь вот по этой дороге сейчас в обход карьера и к общественному пляжу? Да. Так там сейчас все затоплено. Да ничего не затоплено. Там есть место, я недавно там на Сапе плавал, там прям вот дорога она была, и там просто болот разлилось. Так ты и плавал, а я поезжал. То есть ты хочешь сказать, там есть проход нормальный? То есть мы там, там придется велики по воде тащить? Да нет, нет, наверное. Наверное, ты уверен? Ну я там поезжал, ну не до конца, вот прям до самого, но до того места, где я два года назад был брод, да. Ну ладно, сегодня ты в роли Сани. На этот раз Олег сказал, что он знает хорошую дорогу. Поверим мы Олегу, попробуем. А если вы не знаете, кто такой Саня, подписывайтесь на нашу группу ВК. И вопрос большой, насколько хорош на песке этот велосипед? Ну копает, пытается. Ух, ёб... Нет, песок. А, блин, чуть не улетел. Вообще неуправляемая штука. Слушай, вот я поставил сейчас. Давай, давай, понижаечку. Ничего я. Вообще никак. Так, все, поставил понижаечку. Сейчас прям с разгончика попробую. Ну-ка давай. Копает. Копает, нормально копает. Ай, блин, как же он управляется тяжело с этим узеньким рулем. Ну не, я нормально. Фух, более-менее нормально заехал. Конечно, вы скажете, а какой смысл сравнивать вот это с хайбайком? Я вам скажу. Лучше всего черное видно на черном, на сером, а может быть все-таки на белом. Мы сравниваем на контрасте два велосипеда, чтобы вы реально понимали, в чем конкретная разница, за что вы реально переплачиваете. В электробайках мотоколесо МК было очень популярно, равно как и в электросамокатах. Но в велосипедной индустрии МК стало вытесняться кареточными моторами. Пример кареточного мотора – хайбайк Олега. Из плюсов МК в сравнении с кареточными можно выделить. Цену. Естественно, МК дешевле. Считается, что МК не нагружает трансмиссию так, как это делает кареточный двиг. Но за это хайбайкеры могут закидать помидорами. Или чем еще похуже. В плюсы МК пытаются вменить более высокое расположение относительно земли. И типа грязь с водой меньше заливает. Но расположение кареточного двига имеет прямую зависимость от клиренса. Что такое клиренс, как им пользоваться, я расскажу в следующем ролике. Пока только скажу, что клиренс – расстояние от земли до нижней, самой нижней части вашего велосипеда. Так вот, тут все зависит от геометрии. И свисание на пару миллиметров ниже кареточного движка нельзя списывать в отстой. Просто потому, что туда попадает чуть больше грязи. Тут даже утки плавают, Олег. Я говорил, я вот это в фигню имел в виду. Чем не испытание электробайка? Самое главное сейчас во время перехода в брод не окунуть его как следует. Ну че, надо вырубить батарею тогда от греха. И как-то нести это все дело над головой. Короче, как настоящие джиперы, сначала брод надо проверить просто ногами, вхолостую. Понять, по какому маршруту мы сможем его пройти. А затем взвалить этих сволочей тяжеленных на свои горбы и дотащить. Главное с ними не упасть. Потому что если сейчас макнется в воду, все, великов у нас не будет. Вот здесь, конечно, более-менее. Эх, шорты не намочить бы. Не, ну кстати, здесь все по колено нормально. Правее глубоко. Надо левее держаться. Ну да, и все, и здесь дальше уже пройдем. Короче, вот здесь надо идти. Вот сюда вот больше забирать. Здесь отмель. Здесь понесем. Снимай штаны, Олег. Ааа, где здесь центр тяжести? Аба. Так. Бля, погодил, заваливается. Плохо взял. Ааа. О, давай вдвоем, да. Вот так, все, отлично. Вот эта тяжелая сволочь вдвоем самая. Левее забирай. Снимаю. Держи, аккумулятор над водой. Ха-ха-ха. Так, тихо. Держать спину ровно. Бум. Сколько он весит, ты не помнишь, тридцарик? В бурлаки в основном шли малоимущие крестьяне, реже опустившиеся горожане. Слушай, ну твой, твой, конечно, значительно легче. Ох, блин, я провалился в кину. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Делается. Ох, я думал, ты держишь. Ха-ха-ха. МК бывает двух типов. Редукторный и прямого привода. Он же директ драйв. Он же бесщеточный. Он же безредукторный. Он же ДД. Не путать со сленгом колористов. Динамический диапазон. В таком движке вал закреплен в дропаутах. Можно назвать осью, но за такой могут закидать помидорами. А то, чем еще и похуже. Электромотор вращается вокруг вала, вращая колесо. Говорят, что в таком случае ломаться нечему, кроме подшипников. ДД при вращении педалей жрут часть энергии вращения. Причем заметно. Фактор противодействия. Весят такие игрушки в районе пяти килограммов. Надежные, б***ь, как швейцарские часы, если я все правильно понял. Сейчас с разворота поедем. О, слушай, ну он у тебя такой устойчивый вообще. Нормально. Ух, гребет. Ну, почувствуйте разницу, что называется. Вот теперь реально удовольствие получаешь от скорости. Это я даже особо не вкладываю. Помните, как он от меня уезжал? Давай, попробуй от меня теперь скрыться. Что-то ты как-то медленно. Ну, не, бро, ты что. Кто ж так рулит-то? Редукторники. Джирид Хаб Мотор. Штука замороченная. Тут есть обгонная муфта. Кстати, тут тоже. Не могу отказать себе в удовольствии похвастать мафынками. Вот электродрифтилка. Машинка на радиоуправлении с полным приводом, созданная для дрифта. Тут тоже есть обгонная муфта, чтобы можно было пустить мафынку в управляемый занос, не используя ручника. Обгонная муфта в редукторе. Во-первых, снимает сопротивление колеса при вращении педалей. В редукторе снижена высокая частота вращения мотором, но увеличен крутящий момент. Они лучше всего проявляют свои свойства на бездорожье. Сейчас попытаюсь максимально понятно описать свои ощущения от скоростной езды на этом велосипеде. Вот по такому вот бездорожью с кучей ухабов. Это вроде бы довольно-таки равнинное место, но на самом деле ехать страшно. Представьте, что вы вообще никогда не занимались даунхилом. И вы, короче, купили в магазине какой-нибудь велосипед тысяч за 20. И вы такой, так, ну что, зеленую трассу ДХ я же смогу. Олег подождал, спасибо. И ты такой думаешь, ну да, что смогу. И вот ты, короче, на этом вилле пытаешься по зеленой трассе ДХ где-нибудь с горы съезжать. Такой, ааа, что происходит? Еще МК можно ставить как спереди, так и сзади. Но тут придется оговориться. Под кассету их мало. Если хотите такой, то полите описание. Должно быть указано что-то вроде ЦСТ или QQ кассет. Все остальное по умолчанию создано для трещоток. Да, штука для простолюдинов. Самое время спросить, а какой двиг стоит у Форварда? А пес его знает. Пока не прочитаете лекцию об электроприводах, пока не поднимете пласт инфы, никогда не узнаете. Во всяком случае, на официальном сайте Форварда покупатели не стали грузить этими мелочами. Может, конечно, где-то подробно рассказывается о велосипеде, о его спецификациях, но я этой информации на официальном сайте так и не нашел. Кто знает, может быть, Форвард хотят, чтобы вы как-то прокачали свои мозги перед покупкой. Они топят за самообразование. Я их поддерживаю. Ну, если вы не хотите вдаваться в эти подробности, то можете классифицировать двигатель, воспользовавшись методом визуального осмотра. Тут все довольно-таки просто. Редукторники – это вот что-то вроде такого вот скотча, черного цвета, чуть побольше, и стоит на втулке колеса. А если вы увидите две вот такие вот крышечки, которые скручены между собой, то это, скорее всего, ДД. Да тут едва различимая тропинка прям, как заброшенная какая-то. Короче, какой-то мы заброс нашли. Что здесь раньше было? Вольная часть. А что, ПВО, да, какие-то? Это, я не знаю, водная. Въехали на территорию какой-то бывшей ВЧ. Сильно заросшая она, конечно. Трава высоченная. Хорошо, можно на крутилки ехать. Нифига, чувак, я нашел летопись. Грамота награждается лейтенант Чернокнижный ГП за первое место по ручному мячу на первенстве войсковой части 521-59 в 1967 году. Блин, дорога такая классная вообще. Чуть-чуть прям еще дождик вот этот накрапывает, и прям какое-то волшебное такое состояние. Самый кайф просто вот так вот ехать, просто вот крутить ручку, ни хрена не делать. Блин, вот эти вот старые асфальтовые дороги через лесочек. Это прям так офигенско. Старые вот эти вот армейские дороженьки. Класс. Прям как в фильме Тарковского про Сталкера. Где-то здесь исполнитель желаний. Ты бы что сказал? Пицца. Ну что, нас доставил вот этот красавчик. Надо ему отдать должное, он молодец. Он сюда все-таки доехал. Кто сказал, что он только для каких-нибудь скучных парковых развлечений? Вон как время проводим мы на этом байке. Лазим по заброшкам. А торчим мы тут не просто так. Снаружи нас пугает гром. Раскатистый такой. И временами все-таки пытается проливаться такой дождь. Может быть, помочимся немножко, но зато будем ехать. А что-то здесь сидеть как-то угрюмо. Не, мне кажется, это не герметик. Мне кажется, ты просто въехал куда-то. Ну, выглядит неплохо. На торт похоже. Может, ты тут... Аппетитно очень, да. В своем исследовании я решил опереться на большой опыт катания моего коллеги-подписчика, который оставил развернутый коммент под моим видео. Кстати, сейчас он собирает сам электровелосипед и будет рассказывать об этом на своем канале. Ссылочку на него я оставлю в описании. Так вот, ДД на 500 Ватт такая себе история. Потому что 30-35 км в час, ограничение которое не нужно было форварду, чтобы предложить байк как можно более широкой аудитории. Ведь постановление правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года номер 221 определяет подобный транспорт как мопед. То есть, вам нужна категория М. То есть, круг покупателей уже ограничен теми, у кого есть необходимая категория. Или просто автомобильные права. И вот наш злосчастный циклон. С одной стороны, у нас есть ДД, который с указанной емкостью сдохнет через пару-тройку часов катания. Именно так у меня в процессе и вышло. 35 км без вращения педалей. То есть, аккум явно не для этого движка. Да, у них есть редукторник. Он дешевле на 250 Ватт. И такой вариант наиболее вменяемый. Потому что, как мы уже поняли, редукторник лучше для пересеченки, чем вот этот. Лучше даже сэкономить. Взять себе редукторник, и он будет более сбалансированным под ваши задачи, чем наш тестовый экземпляр, который вроде и быстрый, но недостаточно. И вроде батарея могла бы быть помощнее, но ее мощности не хватает. Помните, я говорил, что Кенда говно? Я вам не врал. Просто на асфальте, на голом асфальте, словить что-то. Вон, какую стекляху шикарную поймали. Вот Кенда вообще просто насквозь прошибла. Сейчас попробую эту стекляху как-то вынуть. Пинцетом. Эта штука была просто создана, чтобы продырявливать колеса. Особенно на такой вот, простите за это слово, резине. Так красиво будешь в закатных лучах ехать. Ну-ка, я прям сниму это на видео. О, класс. Такой прям ветер в рожу. Прям такое летнее солнышко. Мне какие-то наши сани велопоходы напоминают по Псковской области. Не знаю, как вам, а нам этот выпуск очень понравился. Если вы в восторге от моей джерси, то купить ее вы можете по ссылочке в описании. Обязательно переходите, ведь каждый ваш переход это лишний рубль в мою копилку на шикарные виски. Гонит местная попадья. Ликер шасси. Каждый глоток приближает к кладбищу. Сокращает путь до могилы. Это был Макс Морель. Канал Велосклад. Обязательно подписывайтесь. Нажмите на этот чертов колокольчик. Сделайте нам очень приятно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok